Приветствуем всех ценителей хороших ножей на канале Резать.ру Сегодня у нас на обзоре еще один нож от предприятия Ослон и компания модель S2 большой с клинком 14,5 см из все той же твердой стали H12MF и с рукояткой из капа. Рассмотрим подробнее. Нож поставляется в кожаных ножнах. В принципе, больше ничего в комплект не идет, только паспорт. И выглядит вот как-то так, скажем так. Так. Несколько отличается S2 малый от S2 большой модель не только длиной клинка, но и конструктивно. Если помните, S2 малый, тот, который мы рассматривали, был оснащен больстером и навершием из Мельхиора. Монтаж у него был сквозной, садной и не было отверстия под темляк. Здесь же, как говорится, все наоборот. Мы имеем в наличии отверстия под темляк, отсутствие навершия и монтаж садной глухой. И аккуратненький, маленький больстер, без упора фактически, с очень-очень небольшим, буквально 2-3 мм. Естественно, нож с клинком с толщиной 4 мм, длиной 14,5 см. Очень зыбкий в плане балансирования на линии хозяйственно-бытового и холодного оружия. И, естественно, никакого упора. Травмоопасная рукоять для того, чтобы нож был выпущен в рамках действующего законодательства. Рассмотрим чуть поближе. Вот такое красивое благородное лезвие со спусками, выполненное чуть более чем в половину ширины клинка. И профиль клинка почти нормал блейд. Вот лёгкий такой вот дроппоинт. Где-то с вот этого места, с вот этой точки, начинается еле заметный небольшой спуск, который вот таким аккуратным, даже не фальшлезвием, а такими фасочками обозначен. Вот. Как я уже сказал ранее, клинок выполнен из стали Х12МФ. Это твёрдая сталь. Закалена она за 60 рокелов. Там где-то 61-62. И многие специалисты, специалисты по термообработке и мастера ножевых дел, понимающие в металле, ставят эту сталь на один уровень с булатом, с углеродистым и коррозионостойким Дамаском. То есть это вот сталь, которая по своим рабочим характеристикам в принципе практически не уступает вышесказанным материалам, которые достаточно популярны сейчас среди российских мастеров. Вы спросите, почему? Почему же мастера говорят о том, что Х12МФ это хуже? И давайте вот приобретайте ножи из булата, из дамаска, из ламината и так далее. Ну, по той простой причине, что цена на нож с клинком из дамасской стали, существенно, а бывает и в разы, отличается от цены вот такого рабочего ножа с клинком из Х12МФ, хорошей рабочей стали, которая может служить вам годы и годы, и мало чем уступать, или практически вообще не уступать в дамаску. Теперь закончим своим лирическим отступлением и вернемся к обзору ножа. Рукоятка. Рукоятка имеет достаточно простую форму, то есть такой овал в сечении, расширяющийся к задней части и с легким загибом вниз. Но вместе с тем вот именно вот это расширение позволяет хорошо руке вашей опереться, то есть вы не соскальзываете. Имеется небольшой чойл. Используя его, можно нож перехватить ближе для выполнения каких-то деликатных работ. И то, что острие приподнято фактически к линии обуха, увеличивает нам протяженность режущей кромки и позволяет использовать нож в качестве скиннера. Перехватить поближе и оберлять трофеи, если вы используете его как охотничий нож. Длина клинка 14,5 см. Это вот, в принципе, тот стандарт. Там 12, 14, 15 см. Это тот стандарт для охотников, который, в принципе, говорит о том, что нож выполнен с прицелом на универсальность. Такой нож пригодится и в туристическом походе, и на рыбалке. Им достаточно удобно будет чистить рыбу. Трофея любого размера. И обелять трофеи, как я уже говорил. И на утиной охоте пригодится, и на зверя, и так далее, и так далее, и так далее. Это, в принципе, хороший универсал с рабочим отличным клинком, с удобной рукояткой и с ножнами, о которых мы поговорим сейчас. Ножны у нас выполнены из натуральной кожи, достаточно толстой, с кожной вставкой по стороне прошивки и с усиляющей заклепкой. Имеется логотип слонов. Отверстия для слива, к сожалению, нет. Имеются два подвеса. Жесткий и свободный. Посадка. Хотелось бы поглотнее. Немножко, мне кажется, тарахтит. Но не вытряхивается. При этом, так свободненько. Хорошо подсадить. Есть немножко зазоры. Это говорит о чём? Это говорит о том, что ребята делают всё-таки утилитарные несколько такие вещи. То есть, я так понимаю, заказываются ножны, которые шьются сразу под несколько моделей. То есть, одинаковые ножны, просто габариты, одно лекало, а модели сюда используются различные. Ну и где-то посадка чуть лучше, где-то посадка чуть хуже. Хотя, ну, что-то конкретно такого сказать, что прям косяк не выпадает. Свободновато, но не выпадает. То есть, в принципе, на это можно закрыть глаза, учитывая то, что стоимость ножей от слонов за такие вот хорошие, добротные инструменты вполне себе приемлемая. Нельзя сказать, что стоимость вот там завышенная или как-то так, или качество занижено. Ну и нас ждут тесты. Мы будем тестировать S2 малый и будем тестировать S2 большой. Будем тестировать их жестко. Смотрите наши следующие выпуски. Всё будет очень интересно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok